МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас по-прежнему на первом месте остается смертность из-за сердечно-сосудистых заболеваний. С чем это связано и какие меры предпринимаются для того, чтобы все-таки как-то изменить немного ситуацию? Да, действительно, в Российской Федерации смертность от сердечно-сосудистых заболеваний пока является ведущей причиной среди всех других причин смерти. Однако за последние буквально где-то пятилетия вклад сердечно-сосудистой смертности в общую смертность уменьшился. Если он на уровне 2000-2010 года составлял 56%, то на прошлый год это 40-70 с небольшим процентом. То есть на 8% меньше стали умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. Это, безусловно, прогресс. Очень важное направление. Это, конечно, диспансеризация. Ведь в свое время, в 80-е годы, это середина 80-х годов, когда уже разрушался фактически Советский Союз, наши системы здравоохранения, диспансеризации, участковые принципы были признаны лучшими в мире, лучше, чем в капиталистических странах. В это сейчас трудно поверить, но это было так. И вопрос диспансеризации, может быть, он даже более важен тем, что он направлен на раннюю диагностику, доклиническую диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, когда пациента иногда обязывают, не только просят, чтобы он пришел, обследовался при хорошем самочувствии, на предмет сердечно-сосудистых заболеваний. Рано поставленный диагноз означает и эффективное лечение, эффективную профилактику, осложнение, прогрессирование заболевания, катастроф острых. Сергей Степанович, наверное, самая известная болезнь сердечно-сосудистой системы – это инфаркты, инсульты. К сожалению, они просто колоссально как-то помолодели. Если раньше эта проблема касалась людей за 60, то сейчас чаще болеют люди, которым еще даже нет 30. С чем это связано? Как предотвратить вот эти страшные болезни? Да, действительно. Мы уже, наверное, лет 20 не меньше говорим о том, что инфаркт миокарта помолодел. Это в первую очередь казалось мужчин, потому что у мужчин было много факторов риска развития инфаркта и инсульта. Это и гипертония, это курение, это тот же самый злоупотребление алкоголем и прочее. А вот то, что произошло за последние годы у женщин, почему инфаркт миокарта помолодел, вы знаете, вот лет 30-40 назад мы еще студентов учили и нас учили о том, что если у женщины сохраненная функция яичников, у нее хорошая активность эстрогенов, то женщина не может заболеть инфарктом миокарта. То есть эстрогены настолько мощно защищают сердце женщин от инфаркта. И вот сейчас очень многое изменилось, потому что такие факторы риска у женщин, как ожирение, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, курение, плюс еще считается, что особенно курение с ожирением, использование противозачаточных средств, эстрогенозамещающих, вот, все это перевесило эстрогенную защиту женщин. И мы редко, но уже в 30 лет видим инфаркт миокарды, чаще уже в 40 лет. Вот, поэтому вывод какой? Борьба с факторами риска. Скажите, пожалуйста, ну, про гиподинамию действительно говорят очень много, и это является фактором риска для самых разных заболеваний, в том числе, как вы сказали, для сахарного диабета, да? Но вот скажите, что делать? Заниматься гимнастикой, ходить пешком, бегать, кататься на велосипеде, что? В принципе, все, что вы сказали, это правильно. Просто это должно быть в зависимости от возраста, в зависимости от характера человека, его увлечений. Мы это называем кардионагрузки, мы это называем динамические кардиологические нагрузки, не поднятие штанг неимоверной высоты или там гантели тяжелые или гири и так далее. Вот, а именно то, что полезно для сердечно-сосудистой системы, не только для миокарда, но они должны быть разумные. Значит, 5-6 раз в неделю, это не менее чем 30-40 минут вот такой динамической нагрузки. В зависимости от возраста она может быть больше по интенсивности, больше по продолжительности и просто во все практически клинические рекомендации по лечению больных с гипертонией, с ишемической болезнью сердца, с хронической сердечной недостаточностью. Это тоже одна из частых причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. И является как раз немедикаментозный подход. И вот этот вот рациональный физический тренинг, он является очень важным. Человек может прийти, измерить артериальное давление до нагрузки, после нагрузки, и без лекарственных всяких препаратов у него давление может снизиться на 10-15 мм ртутного столба. Это самое лучшее доказательство пользы такой нагрузки. И это может быть и ходьба, это может быть и плавание, это могут быть лыжи и так далее. Сейчас модно скандинавская ходьба с палками. Замечательно. Да, она хоть и скандинавская, но начинает набирать обороты и в Российской Федерации. И это касается не только лиц пожилого возраста, потому что чаще всего как бы лица пожилого и старческого возраста. Это касается людей среднего возраста. Сергей Степанович, ну скажите, пожалуйста, вот жил себе человек, жил, никогда не занимался ни спортом, на прогулки не ходил. И тут вот вдруг надо идти. Вот не может ли для такого неподготовленного человека нагрузка, даже легкая физическая, нанести какой-то вред? Может, конечно. Поэтому даже здоровый человек, который, понимаете, любой человек, даже в молодом среднем возрасте, чувствующий себя отлично, не имеющий никаких жалоб, может потенциально иметь какой-то риск сердечно-сосудистых заболеваний. Или даже уж такого редкого, конечно, встречающегося осложнения, как внезапной смерти. И средства массовой информации часто передают информацию, где-то внезапно умер спортсмен, человек на улице или что-то. Чаще всего таким вот провоцирующим моментом является тяжелая физическая нагрузка. Поэтому и не случайно мы говорим о диспансеризации. У спортсменов это более расширенное обследование, больно исключающие методы ультразвукового исследования сердца, для того, чтобы вы... Это наследственность нередко, которая может давать вот такой риск. Скажите, но вот диспансеризация, которая проводится у нас раз, по-моему, в два года по системе ОМС, разве она может дать совершенно полную картину о здоровье человека? Вы знаете, диспансеризация сейчас совершенствуется, это раз. И то, что не было много десятков лет и ушло вообще из нашего опыта медицинского общения с пациентом, вот, она крайне необходима. И я думаю, что все-таки мы наберем те нужные обороты качества диспансеризации, не только количества, но и качества диспансеризации, для того, чтобы выявить наиболее... Ведь диспансеризация – это тот перечень необходимых медицинских мероприятий или услуг, которые надо выполнить у человека в соответствующем возрасте. И он так построен, он так разработан, чтобы максимально охватить те наиболее опасные заболевания, которые являются причинами смертельных исходов. Это кардиоваскулярные заболевания, это онкологические заболевания, это диабет, это хронические обструктивные болезни лёгких. Если вернуться к вопросу о физической активности, о физической нагрузке, ну вот сейчас уже достаточно долго, продолжительное время вошла в мода на здоровый образ жизни, но очень часто действительно молодые ребята, и не только молодые, просто изнуряют себя тренировками в зале. Вот это ведь тоже неправильно, всё ведь хорошо в меру. Вопрос немножко в другом, что с возрастом. Вот интенсивность этих нагрузок должна пересматриваться от силовых, от статических нагрузок к динамическим нагрузкам. Вот ещё очень важный вопрос. Мы сейчас больше с вами говорим о динамических нагрузках. У нас существует и ряд других факторов риска. В Рязанском медуниверситете мы проводили, и сейчас проводим, эпидемиологические исследования по выявлению частоты факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, атеротклероза у населения и города, и области. И на что мы обращаем внимание? Высокий уровень курения. Для нас было удивительно, что чуть ли не до 50% нашего населения Рязанской области имеют избыточную массу тела или ожирение. Сергей Степанович, ну вот ожирение – это ведь не только вопрос гипотиномии, это, наверное, ещё и вопрос того, что мы едим. Везде мы говорим о рациональном питании, но тем не менее достучаться до большинства наших уважаемых горожан или проживающих в Рязанской области очень сложно, потому что есть свой менталитет, есть свой образ жизни, который человек посмотрел, его заинтересовала эта передача, он всё равно будет поступать по-своему до тех пор, пока что-то у него не произойдёт. Какой-то неприятный эпизод. Стал он гипертонией страдать или отёки у него, вот тогда что-то начинает немножко принуждать этого человека, мотивировать к тому, чтобы правильно питаться. Всё хорошо, по крайней мере, более-менее хорошо знают, что полезно и что нерационально в питании. Ну, жареное, жирное – это давно всем известно, что следует исключить, но иногда ведь так хочется жареные корочки. Исключить неправильное. Если человек здоров, исключать это не надо, это надо ограничивать. А слово «рациональное питание» и «диета», они неравносильны. Диета – это когда человек в течение месяца, двух или трёх месяцев сел на диету, похудел, у него снизился уровень холестерина, а потом он возвращается к своему обычному образу жизни. Что в этом хорошего? А рациональное питание означает, что человек на протяжении недели, месяцев или лет будет питаться правильно, держать стабильную массу тела. Если у него была повышенная масса тела, он её снизит у каких-то приемлемых величин. Очень важно не снижать массу тела быстро, за месяц по 5, по 10, 15 килограмм. Это тоже вредно. Человеческий организм, он очень хорошо приспособлен ко всему. Но, тем не менее, резкие вмешательства в него, они иногда пагубны. Если продолжить тему питания, тему еды, то сейчас многие учёные, многие врачи утверждают, что нужно полностью отказаться от соли и сахара. Но, например, я для себя не могу такой подвиг совершить, но вкусно же посолить что-то или кофе с сахаром попить. Безусловно. Значит, никто не говорит о том, что надо полностью называть соль, сахар, белые враги человечества, яд и так далее. Если больной страдает артериальной гипертонией, у него есть, например, чаще у женщин так называемый отечный нефротический тип гипертонии, значит, соль должна быть ограничена. В Европе, в Америке, многие рестораны даже сейчас приняты на законодательном уровне, сколько рекомендуется больному с сердечно-сосудистыми заболеваниями грамм соли. То есть, это измеряется в граммах. 5 грамм, например, соли. Понимаете? Ну, у нас, если взять обычный рацион питания здорового человека, ну, это не меньше, чем 15-20 грамм соли. Я не говорю про досаливание первого блюда, второго блюда и так далее. У нас, как правило, и салат, и всё солится. Вот. Поэтому ограничения у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями – да. Серьёзными заболеваниями сердечной недостаточности – особенно да. А у больных, например, с диабетом, глюкоза, сахар, легкоусвоимые углеводы? Однозначно – да. Вот. Но если человек здоров, значит, пожалуйста, употребляйте и мёд, и фрукты, и там какие-то, значит, джемы, варенья и сахар. Пожалуйста. Но когда избыточная масса тела, метаболический синдром и риск диабета достаточно высокий, вот, тут надо сладкое, конечно, уже ограничивать. Ещё как продукт, который даёт определённый колораж, калорийность. Если всё-таки мы вернёмся к вопросам, связанным с заболеваниями сердца, скажите, пожалуйста, ну вот физические нагрузки или какие-то нервные стрессы, всё-таки у нас сердце может изнашиваться, или оно как бы работает как часы? Вопрос долгожительства. У нас только сейчас была одна защита, выступал один профессор из Москвы, значит, он говорил о, значит, препарате из Японии, который якобы 60 лет известен, и который способствовал увеличению продолжительности жизни нации в Японии. Значит, я могу сказать, что это редкая точка зрения, которая целым мировым сообществом не поддерживается. И, значит, пока каких-то уникальных средств для увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни нет. А что есть? Вот вклад в продолжительность жизни, он зависит от нескольких составляющих. Небольшой степени наследственность. Зависит от социально-экономического развития государства, общества. От того, какой средний доход у человека. И он может себе позволить и рациональное питание, и фитнес, и прочее. Значит, конечно, зависит от его образа жизни. Потому что если человек использует в своей практике поседневной все факторы риска, конечно, у него вероятность развития какого-то сердечно-сосудистого события, осложнения или смерти в более раннем возрасте будет более высока. И немаловажный фактор – это фактор медицины, конечно. Это и та же диспансеризация для больных доклиническими проявлениями. Это наблюдение за больными, которые имеют уже какие-то хронические заболевания. Обратите внимание, большинство кардиологических заболеваний – это хронические заболевания. Что гипертоническая болезнь, что стенокардия, что, допустим, сердечная недостаточность. Но современная медицина может таким образом помогать человеку ввести его… Ну, ввести… Это медицинский термин. То есть наблюдать за ним по-другому, что он будет чувствовать себя хорошо, иметь высокое качество жизни, иметь целевые показатели, такой термин медицинский – нормального давления, целевой показатель холестерина, целевой показатель глюкозы, крови, массы тела и так далее. Сергей Степанович, ну вот вы всё-таки, раз уж назвали холестерин, то это, наверное, один из основных тоже факторов риска, да? Да. Ну, есть вот четыре главных фактора риска – развитие атеросклероза. В разной последовательности, разными учёными они называются, но тем не менее, гипертония, курение, повышенный уровень холестерина, особенно плохого, есть холестерин, липопротеиды в низкой плотности и диабет. Четыре фактора холестерина. Вот вы прям так подытожили уже практически нашу программу. Ну, это, понимаете, это моя точка зрения, я назвал вот такой квадрепедистал. Не как обычно, а вот четыре места, которые, в общем-то, оторвались даже от, ну, малоподвижный образ жизни, недостаточное использование овощей, фруктов и так далее. Тоже всё имеет значение. Но вот, может быть, акцент на этом надо делать. Сергей Степанович, ну, к сожалению, разговор у нас действительно очень интересный. К сожалению, время программы подошло к концу, я вынуждена с вами попрощаться. Спасибо за то, что пришли и ответили на вопросы. Спасибо, желаю всем нашим рязанцам здоровья и долгих лет жизни. Спасибо вам, до свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу, я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова